Привет, меня зовут Зиненко Игорь и сейчас мы поговорим о контуровке или об обводке изображения контуром. Мне время от времени задает вопрос, чем я пользуюсь при рисовании. На самом деле это простые инструменты, это рапидограф с толщиной стержня 01, маркер перманентный обычный и маркер который вообще-то купили для того, чтобы писать на дисках, но так как на дисках больше ничего не пишем, поэтому очень здорово он пришелся для рисования. Его толщина по-моему 1 миллиметр. В принципе, в принципе, не важно, что вы используете при рисовании, главное, чтобы вам удобно было это использовать. Так удобнее. Поначалу я, когда взял вот эту ручку со стержнем 01, мне показалось, что недостаточно она тонкая для использования и поначалу было неудобно рисовать какие-то мелкие линии, но со временем, когда сознание перестало сопротивляться, я понял, что этой ручки вполне достаточно и уже начал отталкиваться при рисовании именно от толщины ручки и начал использовать даже более толстые инструменты, как маркеры или такие специальные фломастеры. На самом деле я не подбирал специальные инструменты, которыми следует рисовать. Я, конечно, видел в интернете художников, которые работают перьями или особыми какими-то кисти-ручки, но так как поблизости в магазинах констоваров нет подобных инструментов, приходится использовать то, что есть под рукой, то, что можно приобрести. От инструмента, которым ты рисуешь, зависит конечный результат, но в принципе лучше использовать инструменты, которыми он не пользовался. Запомни, важно не оружие, а рука его направляющая, Леонардо. И вообще, когда я начал вот так рисовать на бумаге чаще, это мне показало, как можно быстрее работать на компьютере. Когда ты рисуешь на бумаге, ты ограничен в том, сколько раз ты можешь провести линию, стереть, затереть. А когда рисуешь особенно чернильной ручкой, ты не можешь ее стереть, она так и останется. Ну, в принципе, на компьютере можно будет подтереть кое-какие детали, но ты стараешься рисовать ровно, красиво с первого раза. То есть сразу учишься экономить время при рисовании. Также, рисуя на бумаге, ты ограничен в размерах объектов, ты не можешь нарисовать слишком маленькие объекты, потому что, в принципе, их не будет видно или непонятно будет. На компьютере ты можешь приближать и рисовать мелких, но при печати это, в принципе, видно не будет. Это очень, как ускорить свою работу и не вдаваться в какие-то ненужные подробности, рисовать детали, что обычно компьютере очень даже интересно делать. Я тоже относительно недавно начал обводить изображение контуром. Это оказалось очень полезно. И я решил, почему бы не попробовать свои силы в Inktober, если кто не знает. Это такое негласное соревнование даже не между авторами, а между собой прошлым и собой нынешним, где ты пытаешься успеть за 31 день октября нарисовать в чернилах или просто черно-белые рисунки. Я успел за это время нарисовать 7 фан-артов на игры или мультфильмы или персонажи, которые мне нравятся, которые я давно хотел нарисовать, но откладывал. И вот оно пришлось очень даже кстати. Я составил список, но 31 я не успел нарисовать, но я думаю неплохое начало. Всегда есть в следующий раз, в следующий октябрь. Вы можете посмотреть эти работы у нас на сайте amrozio.ru. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте делиться этим видео в соцсетях, если оно показалось вам полезным, на своих страницах, потому что у нас будет становиться больше людей, которые разделяют ваши интересы, с которыми вы можете пообщаться, поэтому не стесняйтесь, делитесь и размножайтесь.